OBD2 код неисправности техническое описание, круиз-контроль многофункциональный вход B диапазон, производительность, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от Mazda, Alfa Romeo, Ford, Land Rover, Jeep, Dodge, Chrysler, Chevy, Nissan и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и трансмиссии, конфигурации. Круиз-контроль был разработан с учетом нашего комфорта, его единственной целью является поддержание скорости транспортного средства, установленной оператором вручную, с помощью кнопок на рулевом колесе, многофункционального переключателя, например, сигнальные огни, круиз, дворники и т.д., установленного на рулевой колонке и т.д. Между тем, оператору больше не нужно управлять педалью газа, и, если транспортное средство оборудовано автоматической коробкой передач, А, Т, он также может контролировать и регулировать точки переключения в соответствии с требованиями условий вождения в реальном времени. Вообще говоря, этот код заставит меня поверить, что мы говорим о многофункциональном переключателе на вашей рулевой колонке, тем не менее, возможности расположения значительно различаются между производителями, Поэтому, исследование соответственно, кнопка круиз-контроля была бы хорошим местом, чтобы начать сужать места, этот код относится к определенной входной цепи в системе круиз-контроля, чтобы определить, на каком проводе, цепи следует сосредоточиться, обратитесь к руководству по обслуживанию, буквы в кодах могут и будут вашим лучшим указанием для определения того, какой провод, цепь вы пытаетесь диагностировать, проверить. При возникновении неисправности во входной цепи многофункционального бэк-руиз-контроля модуль управления двигателем ESM предварительно освещает комбинацию приборов с помощью P0591 и соответствующих кодов P0589, P0590, P0591, P0592 и P0593. Что касается буквы, то здесь может быть различие между разъемом, проводом, группой соединений и так далее, при этом спецификации производителя, лучший ресурс, который вы можете для этого использовать. Код неисправности P0591 устанавливается контроллером ESUD, когда значения многофункциональной входной цепи круиз-контроля, B, выходят за пределы допустимого диапазона или работают ненормально. Стебель круиз-контроля, какова серьезность этого кода неисправности? Низкая серьезность почти для любого отказа круиз-контроля, который сказал, что есть много исключений, по большей части, однако, эта ошибка не должна быть причиной для серьезного беспокойства, тем не менее, когда дело доходит до электрических проблем, они обычно ухудшаются со временем. В большинстве случаев эта ошибка будет умеренно доступной для устранения очевидно, что это очень субъективно, поэтому не забудьте найти лучшие цены и получить несколько цитат, стратегии диагностики, кто знает, что только рабочие заказы могут помочь вам точно определить, с чем вы работаете, всегда оставайтесь на вершине общего обслуживания автомобиля, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0591 могут включать, ненормальная скорость автомобиля с активированным круиз-контролем, круиз-контроль не работает, свет круиз-контроля горит независимо от положения переключателя, не удается установить круиз-контроль на нужную скорость, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода P0591 могут включать в себя, неисправен многофункциональный переключатель, переключатель круиз-контроля, например, он застрял, сломался, отсутствует и т.д. Проблема отжима, например, растирание рулевой колонки, деталей приборной панели, попадание воды, коррозия и т.д. Неисправность разъема, например, корродированные контакты, сломанные пластиковые выступы, вздутие корпуса разъема и т.д. Жидкости, грязь, грязь в кнопке, переключатели круиз-контроля, приводящие к ненормальной механической работе, проблема с ESM, например, попадание воды в корпус компьютера, внутреннее короткое замыкание, внутренний перегрев и т.д. Какие шаги по устранению неполадок P0591? Основной шаг номер один после того, как многофункциональный, круиз-контроль вашего транспортного средства находится, визуально осмотрите его на предмет любых загрязнений, пластиковые кнопки, переключатели очень легко загрязняются, становятся жирными, липкими, что приводит к их неисправностей, или неправильной работе, убедитесь, что механическая работа переключателя является плавной и плавной, любая проблема здесь должна быть решена немедленно, если ваш конкретный сканер, OBD-ридер обладает возможностями, не стесняйтесь наблюдать электронную работу коммутатора через DataStream, название режима здесь различается для разных считывателей, но важной частью является поиск режима для наблюдения данных в режиме реального времени. Совет, обязательно избегайте распыления любых чистящих растворов непосредственно на кнопку, слегка смочите чистую тряпку водой, мылом и водой, средством для чистки приборов и так далее и осторожно удалите грязь с щелей переключателя, пневматический пистолет поможет удалить мусор без ухудшения ситуации. Основной шаг номер 2 Вашем руководстве по обслуживанию, тестирование переключателя, скорее всего, будет включать запись электрических значений с использованием вашего мультиметра, это может включать управление переключателем во время записи и, или статическое тестирование, обратитесь к руководству по обслуживанию конкретной марки и модели для диаграмма последовательности диагностики. Основной шаг номер 3 Проблема ВСМ является, в большинстве случаев, последним средством диагностики, учитывая тот факт, что это может быть один из самых дорогих электронных ремонтов, которые вы могли бы сделать на своем автомобиле, оставьте это профессионалам.